всем привет 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 сегодня будет коротенькое видео про то как каким образом мы будем карбонизировать наш пивасик этот способ я посмотрел достаточно большого количества американских пивоваров в россии дам у домашних в это практически не используется то есть мы будем карбонить пиво в кеге с помощью насоса и принудительного вдувания прямо в линию co2 делать мы это будем с пивасиком который сварил артем меня зовут артем может знаете меня по радмашн дисселере соответственно я сделал в барливаем виду того что у него высокая крепость больше двадцати одного оборота закарбонизировать естественным способом не получится и поэтому на помощь пришел аксандр которому позвонил попросил мне помощи вот он мне предложил ее оказать сейчас попробуем обязательно так все сейчас будем переливать сначала мы систему уже утречком проверили я ее пересобрал собрал это для разлива в стекло сейчас у меня стоит правда носик для разбили его в кружке ну грех же не попробовать кружечку на вот и потом все это дело начнем разливать в стекло система собрана и надеюсь сейчас будет все нормально переливая погнали переливаем железо и посмотрим что получилось запах слушай какой насыщенный аромат до аромат насыщенный кремовый кисель какой-то прям чем он был офигеть густой вот устой очень густой и ну и мы с ней сказали он 10 месяцев провел в дубовой бочке 10 10 месяцев провел дубовой бочке некоторые блин вискаль столько в дубовой бочке не выдерживают сколько провело это пиво и соответственно почему называется барливайн потому что то есть ячменное вино в природе и делается измещение из ячменяя и обычно сбраживается винными дрожжами ну по кроме ли я сбраживал чтобы винные дрожжи дали получается напитку вот этот винную текстуру прикольно ладно давай переливать аккуратненько в общей сложности бочка была залита 20 литров 20 литров после выдерживания осталось 15 литров но бочка рассохла там была одна отечественная третичная может литр выйти как все остальное это подозреваю что испарение естественно и того получилось примерно литра 15 литров отлично вот бочка бывает савказского дуба обычная белый дуб или какой-то был качунского забыл сказать что уже барливан был снят с осадка да с осадка сняли у нас есть вторая причина почему собрались на вот эту бочку из белого дуба который я заливал месяца три назад скотчем не скотчем аниме к которым не прислал ростислав вот все знают русик 10 и мы вот сегодня тоже сольем так процесс будет длиться час теперь главное все собрать как нужно это получается он по кругу будет целый час загоняться да лучше чем катать кегу по полу который подключен здесь автоматически подключаем к возврату кеги и и вот эта линия у нас пойдет сейчас на на газ газ открыт загоняем туда пошло заполняться пошло смотри он пивасик пивасик появился туда-туда-туда и все начинаю качать работал что-то не то что-то не так Не все да просто, да, оказалось? Оказалось, не все да просто Слушай, ну в крайнем случае Мы просто сейчас в кегу заканчиваем два очка И оставляем его на неделю и все Или покатать, блять Да нет, нам уже не покатать собрались Ну собрались не покатать Но видишь, пока все складывается Чтобы покатать Не все эксперименты Удачно заканчиваются Не понимаю пока, в чем Ну я не знаю, давай попробуем, наверное Так, пробуем укоротить шланг Потому что есть подозрение Что именно из-за того, что здесь Избыточная длина у нас По сравнению со всей остальной системой У нас не получается что-то Если не помогает, тогда Будем работать По старой схеме Кега, катать Блин, теплый, а, ну такой прохладненький Нормально будет Все, сейчас отщелкиваем пока И укорачиваем шланг Поехали Так, мы укоротили Шланг Шланг Вот этот вот Вот сюда вы, Саш Вот этот шланг Да я вот думаю, куда Тут без разницы, на самом деле Если у нас давление сейчас будет Не, 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 ты что там Полностью открытый Видишь, не уходит Вот Вот это Эта херня была плохая Вот оно все нормально у нас сейчас пиво, видишь, оно карбонится, оно с пеной возвращается, отлично получилось, продолжаем эксперимент на полутора очка, ты как архимед, дайте мне рычаг, я переверну мир, так работает, все отлично, надо сюда повесить чуть-чуть, это доработка, проверяемая теорию архимеда, можно сюда воду налить, будет потяжелей, но она и так работает, она, все говорит, что она не опускает, все, на рапитюню, это ебочка, класс, работали, смешная система, главное работает, делаем промежуточный тест, что получилось по карбону, мы ее гоняли на полутора очках, примерно минут 25, и вот сейчас попробую чуть-чуть, этот, конечно, кран без компенсатора, и поэтому наливает все это в пену, но в целом вот так вот можно видеть, как это все выглядит, красиво, очень красиво, блин, ароматика шикарная, карбон есть, нормально, есть, есть, есть карбон, отлично, все, доснимаем видео, немножечко еще сейчас погоняем, и посмотрим, что получится, минут 45, наверное, уже происходит карбонизация, вдуваем мы туда где-то 1,8, наверное, бара, работает вот насосик, здесь сверху клапан, то есть видно, отсюда у нас идет доступ СО2, снизу у нас идет подвод сусло и уходит обратно по коротким шлангам с помощью нашей вот этой изобретения в виде рычага, который нам помогает не держать вот эту хрень, оказался немножко бракованный и подспускал, пришлось вот колдовать с такой херней, вот, и сейчас покажу, как это выглядит, то есть если я сейчас спущу немножечко давление, будет видно, как в систему пойдет СО2, то есть вот видите, цвет пива на входе и цвет пива уже после того, как оно мешается с дополнительным СО2, после того, как идет уравновешивание давления в кеге и в системе, цветность практически выравнивается, в принципе этого делать не обязательно, просто хотел показать, как вот это выглядит, то есть видно сюда СО2, сейчас я думаю минут через 2-3 уже будем выключать и собирать вот эту вот конструкцию и уже делать розлив в стекло. Прошло 50 минут, а это значит пора вырубать насос, это нудное жужжание наконец-то прекратится, сейчас у нас СО2 выдавит остатки пива в систему, давайте посмотрим, как наливает. Вот здесь уже не так пенится видно, но если дать газу все нормально. Слушай, ну отлично, она вообще не пенилась, когда я потихоньку брал и сейчас вот такая пенка, пойду покажу, вот ну шикарно. Да, ребят, мне пить можно. Данное оборудование сэкономило на... Блин, офигенно. Кучу-куу-куу-куу-куу-куу времени. Так, все, теперь мне нужно, во-первых, перекрываем вот это, во-вторых, мне нужно будет сейчас... Так, сейчас уберем давление и надо поменять ложку. Пришло время к разливу, уже вся система собрана, но обращаю внимание, мы будем разливать в стекло, а стекло это достаточно опасная штука, даже в инструкции кайтапу сказано то, что есть возможность разрушения, а это значит обязательно нужно использовать меры безопасности для этого дела. Поэтому всегда используйте защитный шлем, без него никак, и, как всегда, обязательно нужно следить за глазами, потому что глаза у вас одни. Мое проникающее ранение роговицы в левом глазу с четырьмя швами говорит мне, используй защиту обязательно, и это не только про презервативы. Ладно, поехали к розливу. Вставляем бутылочку и зажимаем. Так, что делаем? Пускаем давление для уравновешивания. У нас закручен обязательно, блин, не помню, как это называется, ниппель. И, в принципе, пускаем туда пивасик. Пивасик пошел. И потихонечку стравливаем. Идет налив. Следующий попробуем стеклянную бутылку, чтобы было хорошо видно. Разливается вообще шикардосно. Давление небольшое. Так, ну, в принципе, вроде все. Пиво перекрыли. Свернули и передаю на упорку. Быстрее, там у нас пенится. Все, первое готово. Блин, шикарно. Давай попробуем, как будет выглядеть стекло в прозрачное. Поступаем точно так же. А, сорян, забыл закрутить. Сравниваем давление, чтобы не было пенообразования. Пускаем пиво. И начинаем стравливать. Красота. Карбонизация не сильная, поэтому, в принципе, пенообразование не сильно большое. Но мы видели, как оно начинает пениться после отключения. Чуть-чуть еще. Небольшое недолив, да? Да, мы в любом случае недолив делаем, потому что там CO2, а проблемы никакой нет. Так. Чуть не забыл закрыть. Было бы вообще прям шляпа. Потихоньку. Все, давай. Ну все. Теперь ставим камеру на штатив и делаем все это побыстрее уже в шесть рук. Да? Погнали. Ну вот, на этом, пожалуй, и все. Закончили мы карбонизацию, закончили розлив. Мне, честно скажу, все понравилось. По большому счету, система работает и розлив по стеклу. Разлили мы в обычной бугельной бутылке. В обычной. В обычной бугельной, да. И как в обычную бутылку с хронен пробкой. Одну попробовали развить бугельную. Тоже все получилось замечательно. Все отлично. А про саму систему, наверное, про то, как мы карбонили. Давай хозяин пива поделится своими впечатлениями. Ребят, я в целом доволен всем процессом. Все это много времени не заняло. Настроили, но без этого не бывает. Все быстро разлили. Я процессом доволен. Результатом тоже. Потому что других вариантов не было. А здесь универсальная система, которая позволила нам и в бугельную бутылку залить, и в обычную бутылку с хронен пробкой. Поэтому парням спасибо, Саш. Что скажешь про карбонизацию? Карбонизация. Потратили порядка 45 минут. Закарбонизировалось пиво как надо. То есть, я опять повторюсь, что барлевальный сильно карбонизировать не надо. Но при этом, при всем, пена есть. Соответственно, даже спустя минут 20 в самом напитке газ остался. Да, есть еще. Он образовывается. Если даже глотнуть, то есть быстро это все дело не уходит. Вы наклоняешь. Да, все это держится в напитке. Спасибо ребятам. Блин. Дмитрий тоже. На самом деле, конечно, тоже получилось не без геморроя. Сначала мы пришлось отрезать шланг. Потом, ну, повозились. Оказалось, просто не до конца нажимался вот это вот. То есть, по большому счету, то, что мы проверяли. Изначально утром я проверял на промывке. Оказалось, не работало под давлением. То есть, нужно учитывать все. То есть, и к любому новому оборудованию нужно привыкать и искать его плюсы и минусы. Блин, в принципе, я на самом деле доволен. Ну, сами видите, батарея пивасика, которая получена, это как результат всего, что из этого есть. На этом будем закругляться. Понравилось, как обычно, ставьте лайки. Не понравилось, дизлайки. Оставляйте комментарии, что думаете по поводу такой способа карбонизации. По поводу альтапа, пегаса, кто чем пользуется, пишите. Ну и все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok